Когда вот вы смотрели уже готовую ленту, когда уже поправить ничего невозможно, все, все завершено, у вас возникали какие-то вот моменты, что вот здесь бы надо было что-то сделать по-другому, вот здесь там я пережал или не дожал, или вы считаете, что это прям перфектная такая работа? Невозможно считать это никак, потому что те ассоциации, которые возникают в голове при виде этой картинки, не дают стопроцентного отрешения и неотождествления от материала. Иногда, еще в чем сложность, это как раз мысли, которые возникли при просмотре картины. Мы воспринимаем эту историю, я имею ввиду артистов, воспринимаем эту историю очень широко и глубоко, мы переживали моменты, которые не могут не отразиться на нашем характере. Мы были в этих ситуациях, когда нужно было отрубать девушке голову, и для нас это является по-прежнему вещью, которая затрагивает наши какие-то сердца, наши характеры, и оно все равно как-то дребезжит внутри. И когда это на экране, мы воспринимаем это вот с точки зрения вот этого дребезжания, а не с точки зрения, как мы увидим картинку. Поэтому, как это будет воспринимать зритель? На киноэкспо в Санкт-Петербурге был странный эффект. Такой эффект я видел в театре, ощущал, когда ты стоишь на сцене и идет какое-то действие. Зрительный зал, иногда так работают артисты, что зрительный зал своими частями реагирует на то, что они видят. То есть какая-то более публика легковесная или позволившая себе выпить бакал шампанска со своей девушкой, сидящая на первом ряду, быстрее реагирует на шутки поверхностные. Какие-то вещи, которые ты через подмигивание партнеру играешь, но они все равно читаются где-то в глубине. Галерка воспринимает какую-то свою совершенно третью информацию. И это первый раз, когда я вот видел, когда в кинотеатре вот так отыгрывался зритель. То есть вот так он реагировал. Какая-то часть реагировала первая, какая-то часть реагировала вторая, но совершенно не на то, что было понятно. Когда какой-то человек реагирует, остальные понимают, на что он отреагировал, и зрительный зал начинает вместе друг друга подозревать. Для меня это всегда знак, я не знаю, может быть, это и не так, но для меня это всегда знак какой-то глубокой работы. Этот знак того, что работа многослойная, что она неоднозначная, что она не лобовая, а имеет за собой несколько смыслов. И возможно, что она сподвигнет зрителя приходить не один раз, а еще несколько раз. Какие-то моменты. То есть вы считаете, что эту ленту можно пересматривать? Я уверен, что эта лента как сериал будет много раз просматриваемой, потому что, еще раз повторюсь, там не все вещи читаются с первого раза, а какие-то остаются под вопросом. И возможно, что зритель вернет. Вы про сюжетные говорите, да? По сюжетным, по игровым, по выстроенным сценам, по тому, что делалось. Потому что иногда даже для себя находились какие-то вещи в монтаже более подчеркнутые, а поскольку монтажем занимался еще и французский монтажер, выстраивающий работы очень быстрые, такие как нападение на 13-й район. То есть очень экшн-поддержанная работа. Вы не представляете, какая была проделана работа цветокоррекция в Финляндии. Я заинтригован. Японский профессор, который следит за выстраиванием 3D-картинки, насколько она объективна, где нужна 3D, где нет. Супер человек, прям пожарные эмоции, который тут же все определит. Музыка написана в Лондонском национальном оркестре, который утверждает на художественном совете соответствие Лондонского национального оркестра и материала, который они будут играть. То есть вы считаете, что это интернациональный проект, который будет конвертируем? То есть это можно полиленту будет показывать не только для нашего зрителя? Я не знаю насчет... То есть эта работа тоже проделывается. Я, к сожалению, или, может быть, к счастью, не в курсе всего продюсерского, как бы всей продюсерской работы над картиной. Но сил и любви и знания материала было вложено так много, что если хотя бы 10% или хотя бы 1% от того, что было вложено, отдастся, то, конечно, это будет иметь огромный успех. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.